Я терпеть не могу, когда люди воспринимают меня просто там как блондинку, симпатичную. Я всегда пыталась раньше доказать, что я, ну, глубже и умнее, чем вы думаете обо мне. У меня была ужасно низкая самооценка. Я считала, что я страшная, старая. Нужно там с китайцами ехать в Джошуа-3 снимать свадебные платья за 150 долларов. Я ехала. Сейчас я не представляю, чтобы я делала хоть что-то, что мне не нравится делать. Желание попасть в агентство – это желание переложить ответственность, опять же, на кого-то другого. Тут самое главное – это именно вот эти вот связи. Фотографы – это вообще золотая жилка. То есть, если ты дружишь с фотографами, у тебя много съемок. Друзья, всем привет! Меня зовут Лена Плотникова. Вы на моем YouTube-канале, где обычно я показываю бизнес и профессии русскоговорящих ребят в Америке. Делаю выпуски о развитии личности, но и в целом показываю вам людей и их жизнь, которые мне очень нравятся. И можно этим вдохновиться, понять что-то про себя. И поэтому сегодня у меня в гостях одна из самых известных моделей в Лос-Анджелесе среди русскоговорящих, по крайней мере, ребят. Я ее оттуда и узнала. Сабина Кравченко, и она же создатель курса Become a Model для девчонок, которым, собственно, хочется пойти в индустрию, но они не знают, с чего начать. И среди моих знакомых таких очень много. И, конечно, мне очень хочется поговорить о индустрии, о жизни Сабины в Лос-Анджелесе. Но она не просто так стала моим гостем. Мне понравилась история жизни Сабины, что она была с ребенком. И она свое становление проходила в Лос-Анджелесе с немножко другими условиями, нежели когда мы приезжаем. И мне кажется, это такой достаточно серьезный путь, сильно, возможно, он кого-то очень замотивирует. Но прежде чем мы перейдем к разговору, подписывайтесь на этот прекрасный канал, ставьте лайки, пишите, кого вы хотите еще видеть героями, какие темы. И обратите внимание на кнопочку Спасибо под этим видео. Ну и, конечно, не забывайте про мой Телеграм-канал и про Инстаграм. Ну, а теперь перейдем к разговору. Сабин, привет. Привет. Я объясню, почему у меня так загорелось позвать тебя в гости. А моделинги я уже делала. Мы говорили об индустрии. Достаточно так узко мне хотелось понять, как вообще девчонкам туда вступать, как становиться моделью, потому что на слуху, да, Лос-Анджелес, актерство, моделинг и так далее. И хочется вообще понять, как это все работает. Но ты настолько привлекаешь, у тебя большая аудитория, девчонок, очень многие тебя знают, и они лояльны очень тебе, потому что ты открыто показываешь все, что у тебя происходит, что ты такой же живой человек. Что у тебя происходит? С какими трудностями ты складываешься, я у меня аж мурашки прошла, сталкиваешься. И это помогает понять, что, наверное, я не один, и не только у меня какие-то проблемы, я в них, знаете, нам же кажется, когда у нас что-то случается, больше ни у кого такого нет. Да, и когда ты видишь успешную девушку, но у нее на самом деле было все не так гладко, и она очень откровенно и эмоционально в этом рассказывает, конечно, ты хочешь, не хочешь, ты в это включаешься, погружаешься. Я тебе, по-моему, даже написала комментарий тогда, что я сейчас в этом же состоянии, когда ты писала, что был период, что ты, ну, не понимала, в чем вообще смысл твоей жизни, зачем тебе просыпаться и так далее. И я в тот момент, когда я это читала, у меня был ровно такой же период. Я просто, я такая читаю, думаю, ладно, из этого выбираю, ты написала огромный комментарий, подумала, что ты один из вдохновляющих примеров. Много говорю об этом, но это правда, ребят. А человека, который приехал, стал личностью большой здесь, тебя многие знают, и у тебя уже есть, что показать, как стать успешным. Многие застревают все равно, знаешь, и до твоего уровня дойти тоже нужно постараться. Поэтому давай разберемся, как это вышло. На самом деле, мне не очень нравятся вот эти вот слова, знаете, про успешный успех. Мне кажется, самое главное, чтобы человек чувствовал себя на своем месте и чувствовал то, что он себе не лгет. Потому что очень много людей вот в этом бегстве за успешным успехом, они просто обманывают себя. И на самом деле им нужно совершенно другое, нежели те вещи, которые они достигают и за которыми они гонятся. Просто когда это только вылизанная картинка, ты понимаешь, ты смотришь такой, думаешь, а со мной что не так? Ну, типа... Ну, многие забывают, что вообще, если брать, допустим, там, инфлюенсеров, всех вот этих вот людей, по факту людям не нужна вот эта вот уже готовая картинка. То есть людям больше всего интересен процесс становления тебя, процесс вот преодоления, как ты сказала, трудностей. Людям нравятся проблемы, им нравится чувствовать, что ты не один. И я, мне кажется, самое... для меня самое отталкивающее от людей, это вот когда человек надевает маску успешного успеха, когда он пытается казаться тем, кем он не является или не совсем тем, кем он является. И, знаете, вот я всегда за простоту. Мне кажется, что вот чем проще человек, тем больше у него внутри, потому что ему не нужно кем-то казаться. И я, наверное, за то, чтобы быть собой максимально, неважно с кем, неважно где. И для меня, да, для меня вот самое важное это как раз вот личностные составляющие человека и вот быть собой. Поэтому так как я себя наконец-то принимаю, мне совершенно не важно то, что обо мне подумают люди или как они отнесутся к чему-то. Я вообще живу по принципу, знаете, когда тебя иногда вот штормит и у тебя есть какие-то там эмоциональные проблемы, чтобы тебя меньше штормило и твой мальтник меньше раскачивался, тебе нужно жить так, чтобы хотя бы там, не знаю, 97% твоей жизни, они не были там полны каких-то секретов, недоговорок. То есть, чтобы ты жил так, что ты можешь вот сейчас выйти, типа, да, мои господа, у меня вот это вот, вот это и вот это. Потому что всегда, когда возникают какие-то секреты и недоговорки, у тебя, и ты пытаешься что-то скрыть, у тебя увеличивается уровень тревожности, и тем самым, ну, как бы психологическое состояние становится хуже. Вот, я вот эти вот все секреты не люблю, поэтому, и плюс ко всему, мне кажется, самая большая ошибка многих людей, это то, что они не принимают свои ошибки, собственно. То есть, гораздо лучше, когда ты там, да, вот, не знаю, например, вот, если бы у меня была алкогольная, алкоголическая, алкогольная зависимость, я из этого бы вышла, я бы никогда не сказала, нет, я вообще не пил, я вообще не при делах. Нет, я из этого вышел, значит, я перенял какой-то опыт, и я могу, там, поделиться этим с другими людьми. То есть, нужно принимать в себе какие-то, там, ну, не знаю, недостатки, да, какие-то слабости, потому что, ну, мы все люди, это часть нас. Если ты себя не принимаешь, какой смысл вообще, то, что ты живешь какой-то чужой жизнью? Ну, давай, для тех, кто этот выпуск включил, потому что, условно, на канале увидел других героев, сейчас, как получилось вообще на канале? Сначала люди с ним, сначала люди включают выпуски из-за героя, потом начинают тебя смотреть и понимают, что ты уже, наверное, плохого героя, неинтересного не позовешь, и начинают смотреть, ну, из-за тебя, условно, из-за меня, да, тебя кто-то может увидеть. Давай для этих людей обозначим, кто ты сейчас, чтобы начинать рассказывать твою историю, как ты к этому вообще пришла. Вот как ты себя можешь охарактеризовать? Модель. С кем ты работаешь, может быть, чтобы было более понятно? Я работаю моделью, то есть, я работаю с агентством и без агентства. Я, типа, наполовину фриланс, наполовину с агентством. Я работала, ну, мне кажется, вот, если брать местных крупных клиентов, я практически для всех работала, то есть, из последних, там, Шварцкоп, Силки, Джоис, Джоис Джинс. Я даже иногда, на самом деле, не запоминаю, снималась много в музыкальных клипах, именно в американских, потом работала для Wild Fox, для Vintzer, там, для брендов Волос, ну, короче, много где работала, и я никогда не планировала быть моделью. Это, знаете, всегда, там, кто-то очень хочет кем-то быть, но у него не получается, а когда ты так все налегке, у тебя вот как-то жизнь так складывается, что раз, и получилось. У тебя довольно структура, знаешь, есть и агентства, с которыми, подписано, есть уже просто тебя знают. Да, но изначально, когда я переезжала в Америку, я, типа, не планировала быть моделью, и с детства я не планировала быть моделью. Более того, я не любила, когда люди позиционируют меня, как просто, не знаю, красивую оболочку, то есть я всегда пыталась раньше доказать, что, типа, чуваки, релакс, типа, я, ну, глубже и умнее, чем вы думаете обо мне. Ты поэтому делаешь поэтические вечера, например, здесь? Нет, я делаю поэтические вечера, потому что мне хочется их делать, потому что я реально получаю от этого удовольствие. Но, да, то есть я терпеть не могу, когда люди воспринимают меня просто, там, как, не знаю, блондинку симпатичную. Вот, и, соответственно, когда я сюда поехала, я просто поехала со своим бывшим мужем. У него была американская мечта, что он безумно любил Америку, наверное, любит до сих пор. То есть он учился на сибирско-американском факультете, он знал хорошо английский, там, вот это вот все бизнес. Каждый раз, когда, там, какие-то, ну, экономические проблемы в стране были, он говорил, вот, все, надо ехать в Америку. Ну, и потом так получилось, что тот бизнес, которым он занимался, он прогорел, и он решил в это время, ну, что нам нужно ехать в Америку. Терять нечего? Да, типа. А вы, получается, оба из Сибири, потому что ты из небольшого сибирского городка, и это важный фактор при, ну, в рассказе вообще о тебе. Потому что из этих всех городов кажется, что, как вы там в Америке, ну, все это какая-то сказка, знаешь. Ну, я, получается, я из Иркутской области, я из города Саянска, это, там, 30 с чем-то тысяч населения, потом я в зиме жила, это более такого деревенского типа. Более того, я, ну, мы там переезжали в Иркутск, мы переезжали, я жила в Бангкоке немножко, но на самом деле, как бы, даже буквально, там, несколько месяцев перед тем, как мы переехали сюда, мы жили в Саянске. Если посмотреть, несмотря на то, что мы очень много куда переезжали постоянно, у меня жизнь, знаете, все равно в этот Саянск возвращала, и все равно, ну, там, знаете, ты пожил в Бангкоке, там, поработал моделью, вац, обратно в Саянск. И поэтому, ну, вот так вот постоянно up and down. Но я в то время поняла, что, знаете, когда у тебя нет выбора делать какой-то суперконтент, ты живешь в какой-то студии за 10 тысяч, которую и так, с более-менее симпатичными обоями бежевыми, да, без, там, цветочков, без ковров, ты уже этому рад. И я находила, ну, в то время у меня рост Инстаграм, и я находила моменты, которыми можно делиться, даже, ну, находясь там. И, как бы, ну, моделинг мне в школе, когда мне там было 14 лет, мне стали ВКонтакте писать агентства какие-то. Я выкладывала фотографии, там, на фоне ковра, селфи всякие. И, да, просто, на самом деле, раньше очень много, еще не было это все настолько продвинуто и популярно, и очень много скаутов разных сидела и писали. Но я жила с бабушкой, я росла как, там, типа, примерная хорошая девочка-отличница, и типа, какой моделинг, ну. Это же звучало, наверное, как эрскор, да? Проституция. Да, ну, то есть, я даже не разговаривала об этом. И потом я приехала к маме, и там я уже заговорила, тоже, короче, мама сказала, что это все ерунда, учись. Не серьезно. Да, да. И, ну, я продолжила учиться, плюс я встретила вот мужа бывшего, дай бог ему здоровья. Ну, поговорим все об этом подробно, потому что это и твоя история с ним, и все, что ты переживала, и как ты оказалась с ребенком одна в чужой стране, это же тоже как раз то, благодаря чему такая у тебя аудитория, очень любящая тебя, все, что у тебя происходит, потому что это очень откровенно. Даже я зацепила, я говорю, ликошетом. А ты еще не все. Конечно. Вот, так что давай расскажем, чем ты до этого занималась до США сначала, а потом уже когда приехала. До США я просто училась, то есть я переехала, мне было 20 лет, я училась в 18, закончила вот полтора года университета, потом мы переехали в Бангкок, я там поработала моделью, вернулись в Россию, я была примерной женой, вела Инстаграм, и уже приехали сюда, ну, на самом деле, когда мы собирались ехать, я уже понимала, что мы расстанемся, плюс-минус. Я очень не хотела ехать в Америку вообще, то есть я любила Россию, я бы запросто, ну, хотела жить там в Москве, например. Я летала туда, ну, там, на какие-то съемки, а сейчас нет, сейчас я бы подумала, ну, из-за политической ситуации, из-за всего того, что происходит. Но на тот момент я реально, у меня было много там знакомых, там, через Инстаграм, там, я много фотографов знала и так далее. И поэтому я бы вообще с радостью, ну, мы, собственно, так и договорились, что если нам не дадут визу в Америку, то мы едем в Москву. Поэтому я надеялась, что нам не дадут. Но мне кажется, когда ты должен где-то оказаться, не важно как, не важно что, но ты как-то там оказываешься. Это вообще непонятно. То есть нам визу дали, я вообще не понимаю как. Почему? Потому что у нас были практически чистые паспорта, у нас не было ни одного документа с собой, ни одной справки с работы, там, вообще ничего. То есть абсолютно вот ничего, кроме паспортов, собственно. И нам все равно дали визу. И мы поехали, если честно, вот я говорю всем там, типа, что у нас было 500 долларов. Если честно, у нас даже 500 долларов не было. Мы приехали, ну, в Америку просто без денег. Вообще без денег. То есть мы все деньги, которые у нас были, мы потратили по пути. Потому что мы покупали, ну, там, мы не знали, дадут нам визу или нет. И мы брали все билеты в последний момент. И, соответственно, ну, они были супер дорогими. То есть мы приехали, мы там заняли немного денег у родителей. И у родителей Богдана, не у моих. Мы его ничего не заняли. Вот. И Богдан с первого дня пошел работать, мувинг. Я где-то, наверное, через неделю мы сдали, сдали буквально Алису в садик. И я тоже пошла работать. Кем ты работала здесь первое время? В кофе-мороженое. Правда? Да, 11 долларов в час, да. Слушай, ну все так и начинают. Сейчас я благодарна этому, как бы, опыту. Потому что на тот момент я помню, как я работаю. Там у меня не было чая особо, только выходные, там, 20 долларов экстра. И я зарабатывала, то есть по 11 долларов, 11 часов, это 121 доллар. И я такая просто звонила маме, говорю, мама, все, вообще-то без образования можно 100, я переводила это, сколько там было, ну на тот момент по курсу, наверное, было тысяч 8. Я такая, 8 тысяч рублей за день, все, успешный успех. Ну это ужасно было. И знаете, в тот момент у меня ничего не получалось. То есть вот люди думают, сделал мороженое красивенько, у меня мороженое как какашка получалось. Вот до конца, я там работала 2,5 месяца, на меня, ну реально спасибо этому человеку за терпение, он на меня орал просто матом. Ну я переводила это мороженое, то есть у меня вообще ничего не получалось. И я тогда чувствовала себя таким днищем, что вот я пришла, и я даже такие элементарные вещи не умею делать. И иногда вот мы, находясь не на своем месте, мы можем так о себе думать, что какие мы там ужасные, да, как у нас ничего не получается. На самом деле мы просто занимаемся не тем. Вселенная споплевывает, да? Да, да. Ну хорошо, ты там работала, ну как ты тогда пришла в моделинг, вернулась? Ну мне типа, мне говорили как бы на протяжении жизни, в принципе, что, о, ты модель, ты модель. Я такая, нет моделей. То есть у меня была ужасно низкая самооценка, я считала, что я страшная, старая. Почему? Ну просто вот самооценка такая. Ну у тебя муж ее не подогревал никак? Ну у нас были такие уже эмоциональные качели, то есть там тоже такое себе. Да, я считала себя толстой там, плюс мы ждали документы, короче, непонятно было с документами, поэтому я всем говорила, нет, я не модель, ну какая модель? И уже вот спустя, то есть я потом сменила кучу работ, я в клининге, конечно же, работала, там мыла унитазы на 31 декабря, мой первый Новый год в Америке за 60 долларов. Потом я, где я только не работала, вот реально, очень много работ сменила, и ну в какой-то момент мне уже, моя подруга фотограф, с которой мы познакомились еще в Москве на тестах, она тоже переехала сюда, и она говорит, Сабина, почему ты не работаешь моделью? Я такая, ну какой моделью, типа, нет, я реально, я была худее, чем сейчас, я думала, что толстая. Она говорит, ну типа, ты еще не видела местных моделей, надо попробовать. И вот она мне скинула группу в Фейсбук, и я там начала просто скидывать Инстаграм, и у меня, ну у меня уже были какие-то фотографии, но я преимущественно делала чисто для Инстаграма. И да, я просто стала скидывать Инстаграм, и я бралась вот за все съемки, типа там, не знаю, бесплатно, степи, нужно там с китайцами ехать, в Джошуа 3 снимать свадебные платья за 150 долларов, и я ехала. И на самом деле это большая ошибка, которую совершают, ну тут девушки, которые хотят работать, они такие, нет, вот я такая, вот мой рейд, там, не знаю, 250 долларов в час, все, я бесплатно не буду работать. То есть понятно, одно дело, когда ты там снимаешь целый каталог бесплатно, другое дело, когда реально там какая-то классная, типа, съемка, которая тебе может гораздо больше потом денег принести впоследствии. И, то есть я гналась не за деньгами в то время, а за возможностями. Я понимала, что да, я там пойду на какую-нибудь работу, я могла бы даже больше заработать, но те возможности, которые у меня, которые, возможно, принесет эта съемка, они гораздо больше. И вот люди как раз обычно, ну знаешь, часто гонятся за деньгами, хотя они упускают эти возможности, которые могут вообще в будущем полностью изменить их будущее. У меня вообще боль здесь в том, что люди приезжают, забывают вообще свою профессию, чем они хотят заниматься, ну вот я такое продолжу прямо сейчас, в данный момент. Можно на мне разбирать эту ситуацию. Ты идешь на все работы, которые тебе приносят деньги сейчас с кэш, за который ты можешь заплатить за квартиру, за еду, за какие-то такие бытовые вещи. Ты делаешь то, что тебе нравится на какой-то, знаешь, в последний момент, когда у тебя есть на это время, потому что ты не можешь позволить себе вот эту безопасность отключить. Ты живешь в режиме выживания. Но при этом тебе твое приносит деньги, ну, достаточно редко. Ты понимаешь, что теоретически, когда я еще, еще, еще поработаю так 500 тысяч лет, это будет приносить мне так, что я могу это все оставить. И это реально, ну, я не знаю, как это писать, тебе очень страшно, вот мне сейчас очень страшно отказаться от всех этих работ, уйти только в свое. Потому что нет ощущения безопасности, но проблема в том, что я заметила по себе, если ты, допустим, я не особо, то есть я далека там вот от этого спиритал всего, и там энергии и так далее, но на моем примере я всегда чувствовала, что если ты, допустим, получаешь деньги из какой-то одной сферы, вот тебе хватает, окей, и у тебя твоя сфера, которая тебе нравится, она не идет. Как только ты перестаешь получать там деньги, все равно, ну, не останешься ты на улице. То есть... Но ты найдешь вместо этой работы какую-нибудь такую же, понимаешь, что она была? Ну, нет, но, блин, я не знаю, вот у меня сейчас, я, типа, очень много работ таких сменила, и, как бы, вначале я могу понять. Проблема в том, что люди задерживаются годами на таких работах, и это, типа, это бегство просто в никуда. То есть ты, как хомячок вот этот, который крутится по колесу. Сейчас я не представляю, чтобы я делала хоть что-то, что мне не нравится делать. Я там даже по дому, я убрала даже все вещи, которые мне не нравятся. Я, ну, там, на 99% моя жизнь состоит только из того, что мне нравится делать. И, как бы, потом твой... Когда ты просто не рассматриваешь вариантов, что ты пойдешь на какую-то работу и заработаешь там деньги, у тебя мозг начинает думать в другом ключе. У тебя начинается, ну, больше искать вариантов именно из того, что тебе нравится. Ну, то есть вот у меня с моделингом вначале вообще все шло как-то непонятно, и я вообще ничего не знала, то есть я без агентства была. Но что я могу сказать вот именно о моделинге в Лос-Анджелесе? Тут самое главное, там, некоторые думают, вот, я найду крутое агентство, я там стану популярной моделью, деньги будут падать с неба, вообще все прекрасно, потрясающе. Или там, вот, я такая красивая, высокая, молодая, там, не знаю, с идеальным лицом, и я там буду зарабатывать много денег, нифига. То есть тут самое главное, это именно вот эти вот связи, и со всеми общаться, со всеми дружить. И вот когда ты, вначале нужно себя вот максимально съемками, не важно, что вы снимаете. Ты идешь просто знакомиться. Ты просто идешь знакомиться, да. Всегда, то есть я всегда обменивалась со всеми там инстаграмами. Мы там, если есть возможность поговорить, рассказать о себе, я всегда рассказывала. Они плюс их цепляло всегда, что у меня вот дочка, что я там мать-одиночка и так далее. И как бы вот этот вот коннект происходил, и потом, когда уже время проходит, там, не знаю, фотографы — это вообще золотая жилка. То есть если ты дружишь с фотографами, у тебя много съемок. Особенно если подружишься с фотографом, который снимает много e-commerce съемок, то есть это каталогов, это вообще прекрасно. А как с ними дружить? Вы так же выходите на встречу? Я не знаю, я человек, который вот суперпростой со всеми. Я вот прихожу, я говорю, мне не важно, кто передо мной сидит, я такая, какая есть. И я просто начинаю разговаривать, я там шутки шучу. У меня не идеальный английский до сих пор далек от идеального. Я специальный английский язык не учила. Но мне это не мешает. Просто будьте собой, расслабьтесь. И не нужно кем-то, как я уже сказала, оказаться. Никто не хочет видеть там пластиковую картинку или там модель, которая такая вся заходит. Здравствуйте, я вот такая вот классная, офигенная вообще. Нет, если вы будете офигенно классной внешне, но при этом не очень человеком внутри, вот знаете, высокомерной, самое ужасное это давать чувство того, вот когда человек в твоем присутствии рядом с тобой, он чувствует хуже тебя. Если ты даешь это чувство кому-то, с тобой никогда не будут работать. Всегда нужно делать так, чтобы человек чувствовал, себя комфортно с тобой, ну типа на равных. И вот, это то, что многие делают. Типа, вот я такая классная, все, работайте со мной. Нет, с тобой не будут работать. Потому что по факту, ну знаете, есть фотошоп, есть много красивых девушек. Есть бренды, которым просто это не нужно. Есть бренды, которым это не нужно. И если, допустим, они снимают, там, блин, у меня были каталоги по 15 часов, мне нафиг не нужен человек, с которым мне некомфортно работать. И я возьму кого-то другого. И да, я даже сама вот недавно, ну, например, приведу такой пример, что вот я там скинула девочкам с курса, что съемки, там, TFP-съемка для очень классного визажиста и стилиста по волосам. И этот визажист мы познакомились на съемке для Швальдсков. И что она крутая, она работает со всеми там секси-хей, ну короче, со всеми брендами вот крупными для волос. И я говорю, ну вот, сходите, TFP там, вот сходите, это. TFP-то бесплатно? Ну да, это типа как вот просто обмен. И они, ну потом, и я сама уже такая говорю, если вам надо, я могу сама прийти, типа мне дни в ламы до сих пор идти. То есть она спросила, какой рейд, я говорю, да ничего не надо, просто пойду. И вот я пришла, ну и она начинает рассказывать, что да, вот спасибо огромное, много красивых девушек. Ну и что некоторые там типа написали, мой рейд там, не знаю, 150 долларов в час. Ну типа вы прикалываетесь? То есть у вас еще не такое хорошее портфолио, вы только начали. Какие 150 долларов в час? Ну возьмете вы сейчас 150 долларов в час. Если вы поколлаборируетесь, вы потом, ну представьте, там, не знаю, перейдет бренд какой-то крупный на страницу, увидит девушку симпатичную. Это так всегда все и работает. Они спрашивают у тебя там, можешь посоветовать модели, можешь посоветовать фотографа, видеографа, там, стилиста, майкапера. То есть вот так все благодаря, ну, connections, connections. Ну ты сказала, что ты английский. Благодаря connections. У меня Алиса может за меня говорить. Она лучше знает. Благодаря вот каким-то связям, вот этот вот весь процесс налаживается, и у меня были моменты, когда я даже уже, ну вообще нигде, то есть я не сидела уже на этих группах в Facebook, но у меня находили люди, то есть мне писали либо в Инстаграме, либо там на номер телефона, типа, здравствуйте, вот, мне там ваш номер дал, там, такой-то фотограф, вот у нас там съемка, тогда-то, тогда-то, все. Слушай, ну хорошо, вот ты говоришь, типа не надо ставить рейды, а девчонки там тут бесплатно, тут бесплатно, тут бесплатно, а месяц заканчивается, нужно там платить, и нужно вообще себя как-то содержать. Тоже видишь, тут надо как-то грань это держать, потому что так можно вообще без денег быть, если у тебя нет никакой поддержки. Да, но вначале, как бы, все равно, мое мнение, вначале ты с чем-то должен совмещать. Просто, когда ты совмещаешь, ты должен постепенно, ну типа, знаете, вот, допустим, сначала у тебя 100% какой-то работы такой, потом ты так, ладно, 20% даешь моделингу, потом 30%, 40%, 50%, 60%, то есть ты повышаешь вот эту вот свою, как там говорят, я сейчас буду такая... Доверие? Нет, энергетическое... Сначала ты там 20% тратишь на то, что тебе нравится, потом 30% своего времени, потом 40%, то есть, грубо говоря, ты увеличиваешь свою емкость. Ну, не бывает такого, что ты там, раз, люди думают, что они выиграют лотерею, но не бывает такого, это все все равно, даже если вы видите человека, который сейчас позиционирует себя, как успешного человека, которому вот так вот все свалилось, нет, за этим скрывается всегда путь и всегда дорога, то есть, постепенно ты увеличиваешь свою емкость, никакие там миллионы на тебя сразу не свалятся. Просто, когда ты все делаешь грамотно, это все увеличивается потом уже в геометрической прогрессии, когда ты понял, ну, вот эти вот шаги, которые нужно делать и как это все работает. И постепенно, да, просто проблема-то в том, что, когда тебе страшно, ты не можешь выделить даже эти 20% своего времени на то, чем тебе хочется заниматься и от чего бы ты хотел в дальнейшем, да, получать какой-то заработок. То есть, люди держатся за эту работу. Я могу сказать по своему примеру, когда я работала на всяких вот этих вот работах, мои, так скажем, коллеги, да, которые были моего возраста, красивые, там, не знаю, пробовали себя в актерском, ну, ходили на какие-то актерские классы, я никуда не ходила, если что. Получается, они просто, например, из этой работы, когда мы ушли оттуда, они перешли на другую, какую-то там нелегальную работу, и то есть, в принципе, они изменили то, что они делают, но суть они не поменяли. Соответственно, потому что, да, они там себе покупают, не знаю, Balenciaga, я не знаю, что они сейчас делают, но, и что? Что дальше? Ты чувствуешь себя на своем месте, ты удовлетворен своей работой, ты удовлетворен людьми, которые тебя окружают? Нет. Тогда зачем ты это делаешь? Вопрос в этом. Ты, ну, за квартиру заплатить, ну, извините, у меня же как-то получилось за квартиру заплатить. Не важно что, но на улице ты не останешься. И вот я сколько, сколько у меня было проблем с деньгами тут вначале, типа, а у меня, извините, ребенок, то есть я самого первого дня мне не нужно было платить, я жила в комнате, когда ушла от бывшего мужа, и помимо комнаты мне нужно было там каждый месяц платить, я 1400 платила за садик, я ездила туда, три часа туда, три часа обратно на автобусе, ну, или там иногда тратила на Uber, то есть это тоже деньги. И да, это все на мне, я не могу позвонить своим родителям, мне мои родители, или там бабушки, дедушки и так далее, мне не помогали 17 лет, я ни копейки денег не взяла, то есть ни копейки. А давай вот вернемся, смотри, ты начала работать в моделинге чуть-почуть, там брала какие-то бесплатные съемки, уже что-то появлялось, и как ты... С агентством? Да, с агентством начала работать, как ты вообще перешла уже, чтобы это была постоянка твоя? Ну вот, я получила work authorization, получила social security, и у меня еще со времен Бангкока у меня было материнское агентство, с которыми мы так не общались до этих времен, я как-то там нашла своего букера, я написала, типа, что вот я готова работать, ищите мне агентство. Ну и все, и они стали отправлять меня на кастинги. Вот честно, сейчас, когда я уже сама вот запустила этот курс, я вижу, как вот эти кастинги работают, как там себя нужно, что нужно говорить, что нужно приносить, что там вообще нужно делать. Сейчас, мне кажется, все так просто, тогда я вообще ничего не знала, поэтому для меня это был стресс, я сходила там в первое агентство, они отказали, во второе агентство, они отказали, но они отказывают, а когда ты сталкиваешься с отказами, если твоя самооценка нестабильная, ты, значит, думаешь, ну, блин, вот у тебя, знаете, вот один, в тебе сидит, там, не знаю, во мне одна Сабина, которая говорит, да, да, ты сможешь, другая Сабина такая, нет, ты кусок говна, ты там страшная, толстая, и вот когда ты сталкиваешься с отказами, то есть та Сабина побеждает, ты такая, блин, да, реально, походу, я такая стрёмная, ну, а хотя, как бы, дело вообще не в этом, ну, то есть там много факторов, по которым тебе могут отказать, и это, ну, даже может, вообще, не касаться никак тебя, и, то есть мне, да, в двух агентствах отказали, потом третье агентство, я пошла, они ничего не сказали, то есть они сказали, что типа дадут ответ в течение недели, и, ну, это означало, если сразу ответ не дают, значит, типа так себе ситуация, то есть нужно всегда идти туда, где прям там горят, и вот я пошла в следующее агентство, я пришла, я уже тогда думала, все, пофиг, ни с кем не подпишу, я до этого, знаете, там собиралась, сделала укладки, там каблуки, как-то там одевалась красиво, здесь я пришла в леггинсах, в спортивных, в спортивном топе, в какой-то куртке, в кроссовках, и я даже не помню, что у меня там с волосами было, то есть я уже так пошла, думаю, пофиг, чисто ради галочки, и вот я захожу, и как раз мы что-то начинаем разговаривать с букером, и он там говорит, ну, там покажи свое порфолио, или что-то еще, я там показываю свое порфолио, я уже на тот момент, на самом деле, много работала на фрилансе, много с кем, но я тогда не знала, вообще нужно об этом говорить, или не нужно, и потом что-то так, я говорю, ой, а у меня еще дочка есть, он говорит, да, типа, ну, во сколько ты ее родила, я говорю, 18, он такой, ой, а у меня мама тоже родила 18, она тоже, типа, была матерью-одиночкой, ну, и все, и у нас, типа, коннект пошел, и мы так просто начали болтать про жизнь, а когда ты уже начинаешь переходить на какие-то вот такие темы, ты как бы расслабляешься, то есть, ты расслабляешься, ты становишься более собой, типа, уже показывается твой характер, да, какой-то, и вот мы так проболтали, и он там сказал, что я похожа на какую-то модель из 90-х, и он сказал, все, ну, мы сейчас позвоним твоему агентству, мы готовы подписать контракт, и я вышла с агентства, буквально, то есть, и вот я отошла, вышла за угол, и мне звонит мое агентство, что тебе позвонили, и сказали, что все, ну, типа, подписываем контракт, он говорит, ну, ты как, будешь подписывать? Я такая, я тогда так радовалась, я просто шла, визжала, не знаю, я всем позвонила, думаю, о, все, вообще, вот, и да, тогда начались там кастинги, очень много кастингов в те времена были, до ковидной, там, типа, по 4, по 5 кастингов было, и я тогда, кстати, я тогда вот бросила все свои работы, для меня, ну, у меня не было, сразу после подписания, да, да, у меня не было денег, чтобы там, тратить на Uber, то есть, я каталась на автобусах, там, у меня разряжался телефон, я там попадала в какие-то ситуации, и потом, ну, наступил ковид, то есть, все кастинги, вот эти, которые были, я там проходила на Free People, короче, все, все отменили, все закрыли, офис закрыли, все, до свидания. А ты уже тогда была одна задача, правильно? Конечно, ну, я... Это достаточно быстро, получается, после переезда. Я одна, где-то через полгода, с момента переезда, то есть, вот как мне исполнилось, 21 год, это с марта 2019 года, я одна, вот, а я приехала в июле, в конце июля 2018. Это просто очень сложно, тут самому бы, знаешь же, здесь справиться со всем, что выпадает тебе. Я вообще не знаю, вот я сейчас смотрю, думаю, блин, Савида, как ты это сделала? Ну, то есть, я это сделала, но это все, как бы, посредством словной психики, ну, хотя в целом, как бы, мне кажется, может даже и меня наоборот, типа, ребенок как-то сохранил, сохранил и мотивировал, и сохранил вот от каких-то там тусовок, от пустого времяпровождения, то есть, ну, выбора не было. Одно дело, когда ты такой думаешь, ну, ладно, я вот сегодня вот сейчас лягу, посплю, вообще, все, жизнь говно, пойду поем, посплю, больше времени жилеть себя, да, вот это вот все, жизнь говно, о, как не могу жить, а другое дело, как бы, ребенок бегает, хочет кушать, хочет, не знаю, как эти занятия, хочет в садик пойти, там, одежду нужно какую-то купить, и у тебя выбора нет, ты просто берешь, встаешь и делаешь. Но у меня, у меня просто я круглая отличница, то есть, я жила в той атмосфере, что мне нужно было, и я не батан, то есть, я не человек, который там все забрил, там, то есть, я такая была всегда, типа, со всеми договориться, чтобы везде, make sure, чтобы везде были пятерки, сдать экзамены на отлично, все классно, со всеми быть в хороших отношениях, то есть, я, в принципе, умела вот жить в таком, поэтому, как бы, А я вообще читала, что еще в этот период, когда ты, получается, ушла от мужа, у тебя еще был страх его, правильно я понимаю, или нет? Потому что, я смотрю, я читала у тебя посты, что вот, он приехал сейчас обратно в Америку, или обратно в город, и ты боишься, у тебя есть страх прошлого, потому что, тогда было достаточно небезопасно. Ну, там такая долгая история, то есть, это были объективные отношения, но мы были молоды, то есть, сейчас я уже смотрю, я понимаю, блин, чувак, чуваку было 21 год, когда родилась Алиса, он 21 год содержал свою семью, ну, то есть, реально, кто здесь 21 год, какой мужчина содержит свою семью, какой мужчина перевозит свою семью в Бангкок, например, какой мужчина 23-24 года перевозит в Лос-Анджелес, просто, без нифига, просто вот потому что, то есть, было очень много говна в наших отношениях, но я ему реально благодарна, это тот человек, который, я была той Сабиной, которые говорили, типа, Сабина хочет в актерский, нет, какое актерское, какая Москва, это же нереально, а он, типа, всегда говорил, что все реально, и если кто-то, у кого-то получилось, значит, и у нас получится, если не получилось, значит, плохо пытались, поэтому, ну, типа, чувак реально молодец, просто одно дело, каждый проходит свой путь, каждый сталкивается со своими проблемами, например, в моей ситуации, например, я не склонна там к зависимостям, да, но у меня есть другие проблемы, то есть, я ипохондрик, у меня тревожно-депрессивное расстройство было, я ОСИД, невроз, у меня все болит вечно, если вдруг что-то идет не так, у меня проблемы в отношениях, у него другие проблемы, то есть, там проблемы с зависимостями, и, ну, это тот путь, который он проходит, и он его, на самом деле, зная, в какой жопе он был тут, ну, вот он возвращался в Россию, он из этого вылез, блин, да, крутой, молодец, то есть, то, что мы качались на качелях таких, ну, типа, я не могу сказать, что это он качался, я же сейчас вижу по себе, что я тоже туда-сюда, туда-сюда, ну, то есть, я, да, конечно, то есть, это вы сходитесь с людьми, значит, вам так надо сходиться, этот человек сделал меня сильнее, но, боюсь я, скорее всего, не его, о том, что он что-то мне сделает, то есть, я, ну, во-первых, он ничего мне не будет делать, во-вторых, я уже, ну, блин, я себя в этом городе, особенно русскоговорящего комьюнити, я чувствую себя вообще, то есть, ну, я очень много людей знаю, и меня знают много людей, то есть, я себя защитить смогу в случае чего, но вопрос в том, что я боюсь, то есть, у меня был, когда мы уже с ним расстались, у меня был режим спасателя, плюс, я долго не могла от него уйти, то есть, я понимала, что я хочу уйти, но не могу из-за чувства жалости, и это, ну, типа, чувство жалости для меня самое разрушительное, и вот потом, вот, не будем вдаваться в подробности, но были зависимости, и я пыталась его спасти, и это было самое ужасное, вообще, самый ужасный период в моей жизни, то есть, когда ты видишь, что человек, которого ты там любишь, или любил, просто нафиг сходит с ума, просто отпускается на днище, но он огромный молодец, что он с этого днища потом встал, отряхнулся и пошел дальше, и ты ничего не можешь сделать, то есть, тобой манипулируют, ты там, не живешь своей жизнью, ты живешь жизнью другого человека, но опять же, это типа позиция жертвы, я раньше говорила, вот у меня там, я вышла из объективных отношений, муж абьюзер, бабушка плохая, мама плохая, вот я везде убегаю, по факту, я жила в состоянии жертвы, и я делаю этот выбор, потому что, у нас многие живут, многие женщины такие, ой, муж абьюзер, тот плохой, тот сякой, хотя по факту, они сами выбирают жить в позиции жертвы, потому что им удобнее, ты не берешь ответственность за свою жизнь на себя, ты сидишь, за тебя все решают, да, получаешь тариачку, я пришел, пожаловался, погладили, да, тебя пожалели, то есть, здесь всегда, всегда в таких ситуациях есть какая-то вторичная выгода, да, из-за которой мы, в принципе, это делаем, если ты так делаешь, если ты в этом живешь, значит, тебе комфортно, потом, да, ты должен понимать, что тебя, не знаю, могут прибить, убить, там, ну, это как бы жизнь, и вот я жила в этой жертве, я, так, знаете, постоянно вот, встретился, рассказываешь, что у меня такое плохое детство, меня так обижали, типа, ну, да, сейчас я думаю, блин, на самом деле, как бы, выросло, очень много минусов, да, ну, детство реально было такое, специфичное, так скажем, но при этом мне это детство очень много всего дало, я смотрю у людей, я не обесцениваю свои, да, там, какие-то эмоции, свои, там, переживания, но я понимаю, что мне это детство дало еще очень много плюсов, если бы я здесь, если бы я через это не прошла, я бы здесь не была, и когда ты проходишь вот этот вот какой-то травмирующий опыт, я в какой-то момент такая думаю, блин, я, знаете, делаю прогрев курса, сейчас прогрев курса, вот когда только первый поток, и что-то, ну, ты живешь, живешь такой как бы, и ты не осознаешь, что ты реально через много что прошел, и вот я стала вот эти вот все моменты перебирать, а я всегда делаю супер мягкие прогревы, то есть только делала на первый поток, на второй и третий, он просто, они набрались как-то в сарафану, да, и сейчас уже там на четвертую очередь, но, да, я начала вот эти поднимать истории, с одной стороны, это и для меня, как, знаете, психология какая-то, да, то есть я пришла к психотерапевту выговориться, но я видела столько реакций у людей, что люди тоже через это проходили и проходят, и это гораздо круче, чем там, ну, просто там сделать это для галочки, для прогрева, и я поняла, что, ну, то, та особина, которая я сейчас, это все благодаря моему прошлому, даже, может быть, и травмирующему прошлому, поэтому, да, то, то, что я, то, что вот я боюсь именно, ну, он сейчас вернулся в Россию у нас, Алиса не знает, ой, в Россию, в Лос-Анджелес, то есть мы об этом не говорим, и как бы это все очень странно, что он там с ней не видится, и все такое, он не пришел на день рождения, но для меня это сначала был шок-контент, очень шок-контент, то есть меня прям... Ты быстро вспоминаешь про все, что было. Я не вспоминаю про эти плохие моменты, у меня живет огромный страх, что во мне включится снова спасатель, как я уже сказала, когда люди, я всегда могу себя защитить, если, допустим, люди пытаются меня обидеть, или включают там агрессию, там, не знаю, я, если меня ударят, я ударю в ответ, но вот когда у меня очень сильно развита эмпатия, и вот когда жалость включается, вот я уже сказала, для меня это самое разрушительное чувство, я не могу, я прохожу, я мимо бомжей хожу, я не могу пройти, то есть я здесь насмотрелась программ, мне хочется пойти на Скидроу, я здесь как-то проснулась, говорю, Мила, все, мы идем на Скидроу, будем разговаривать с бездомными, кормить их, и там это, Мила говорит, тебя аж похитят и убьют, ну, то есть я бы, если бы я знала, что меня хотя бы не убьют, там, я бы реально пошла, поговорила с ними, посидела. Это же не нужно, у них столько программ здесь в государстве, они же специально все равно выбирают это. дело не в государстве, дело в том, что типа они, мы говорим, государство выбирает их. Ну, слушай, у тебя тоже, ты говоришь, детство было, ты же собралась. но не все люди сильные, мы никогда не можем судить по себе, допустим, не каждый человек сможет пройти, просто потому что, ну, вот у него сила характера другая, это не значит, что он хуже или лучше меня, это значит, что он другой. Ну, вот, короче, на жалости можно прыгать долго, на мне, там, не знаю как, и даже то, что сейчас у меня проблемы с отношениями, у меня контрзависимости, у меня избегающие эти привязанности, хотя с бывшим мужем у меня вначале был, наоборот, тревожные эти привязанности, то есть, это может все меняться. И, то есть, например, у многих людей есть, есть страх вот это, что тебя бросят, или у каких-то там людей есть страх, что тебе изменят, там, или еще что-нибудь. У меня таких страхов нет, но у меня есть страх, что я снова попаду в эту ситуацию, когда я не могу уйти, и когда включится вот этот режим спасателя, потому что это было, это самое страшное, что было в моей жизни. Типа, я спасала, я что только не видела в это время, ну, и да, и у меня вот этот вот страх, видеть того, видеть то, как люди сходят с ума, как ты им не можешь помочь, как ты, можно сказать, бьешься вот в стену, да, или в закрытую дверь, это ужасно. И, ну, я до сих пор не могу вот в какие-то близкие отношения уйти, потому что я каждый раз, когда я чувствую, что слишком близко, и я не могу уже, уже тяжелее становится сбежать, я сбегаю. Ну, все это видишь объяснимо, и главное, что ты это отслеживаешь, понимаешь хотя бы, что у тебя такое есть, потому что часто люди это отрицают, такие, да нет, и начинают там, ну, потому что это он такой, там, я не хочу с ним вступать в отношения, или там, или она такая, а не потому, что, ну, у тебя реально есть проблема, с которой тебе просто нужно работать дальше. У всех есть проблемы просто. Сабин, я сегодня оказалась у тебя дома, здесь очень уютно, я уже говорила, сказала об этом в видео, но я прям хочется, знаешь, снимать какие-то детали, далеко не у всех так существует, и это очень говорит о тебе, потому что такая теплая, уютная, когда, ну, приходишь, ты же видишь детали, знаешь, из чего состоит человек. Расскажи, пожалуйста, об этой квартире, как долго ты здесь живешь, раскрой, если можешь, за сколько ты эту квартиру снимаешь, делала ли ты все здесь сама, и вообще немножко поделись, как у вас устроен быт с дочерью, быт вдвоем живеть. Так, в этой квартире я живу, получается, полтора года, чуть больше полутора лет, да, я, когда я переехала, она была пустая, из мебели у меня тоже было мало всего, привет, и не буду говорить, за сколько я снимаю, но очень адекватная цена, у меня еще есть гараж, плюс у меня нет соседей, то есть это как дом идет, полноценный, и еще есть маленький бэкьярд, вот, я очень люблю уют, я люблю Пинтерест, я не особо поклонник Инстаграма, то есть несмотря на то, что я там много всего пущу, для меня это такая немножко токсичная соцсеть, Пинтерест это самая добрая, вдохновляющая соцсеть, то есть там нет плохих комментов, там никто там не гонится за успешным успехом, я просто вот так могу лазить, смотреть, мне нравится каждый эдитат, и для меня супер важно, чтобы квартира была светлая, потом, чтобы вот было, да, много окон, и вот как-то, как-то я так вот насобирала, и все. А давайте пройдем чуть-чуть посмотрим, и мне очень понравился этот уголок, он тоже такой, ну, мне кажется, когда ты возвращаешься, устала, у тебя было много событий, и ты вот сюда приходишь, и у тебя просто расслабление идет, когда ты просто смотришь, знаешь, на свою стену, на какой-то такой... Я люблю книжки, не всегда их дочитываю, но, да, просто иногда так пролистать, я вообще стараюсь, на самом деле, хотя бы, там, не знаю, час своего времени в день уделять просто для того, чтобы там сидеть, или что-то, сидеть там, читать книжку, или что-то писать. Я даже уже придумала идею для своей книги, и я начала писать, там, увидеть. Вот, я, вот эти вот, это все Алиэкспресс, заказывала. Да здесь, на самом деле, ничего такого интересного. Я люблю пленочные фотографии, то есть, люблю Polaroid. Здесь, я все вот эти вот штуки сама, это как у меня терапия. О, да ладно. Кстати, огромная часть моей жизни это цветы, то есть, я каждую неделю еду сама на Flavors Market, закупаю кучу цветов, и сама делаю эти букетики, то есть, для меня, неважно, сколько денег я трачу, то есть, на цветы у меня где-то тысяча баксов в месяц, стабильно уходят, не считая Uber. То есть, вот, это то, без чего я не могу, я готова тратить любые деньги, если у меня нет цветов, значит, вообще день плохой. То есть, для меня, вот прям, каждая деталька этого цветочка, это для меня что-то договоряющее. Никогда не останешься без работы, знаешь, с таким подходом, в целом, всегда сможешь собирать букет. Покажи немножко... Кухня. Да, вашу квартиру. Да, тоже я сама, из китчин, по-дэнсу. Проходите. Покажи. Это, кстати, одна из моих самых любимых. Я даже, вот у меня, я стараюсь себя не окружать вещами, которые мне не нравятся, поэтому я даже такую сковородку и кастрюлю взяла. Я за ними ехала, там, далеко. Да, то есть, я стараюсь вообще все вот как-то, чтобы вот стоить. Безалкогольное вино, кстати, демона. Алисин арт, фотографии. Не знаю, для меня каждая деталь очень характеризует тебя. Возможно, знаешь, нельзя раскрыться в первый час или в первые два часа, но ты так приходишь домой и сразу понимаешь, про что человек. Давай бы еще чуть-чуть покажем, если можно, твою комнату и комнату Алисы. Вот мне вот это вот место нравится. Я, кстати, люблю поэзию и здесь я стала... Писать сама? Ну, писать сама не стала, я писала раньше, но на американскую поэзию тоже. То есть, мне нравятся вот такие всякие книги, где фотографии. У тебя прям гирбари там целые. Мы как-то практиковали, на самом деле, уезжать куда-либо без телефона и, допустим, там, день проводить, время без телефона. Когда ты без телефона, столько времени свободного появляется, что ты можешь наконец-то перечитать книжки, которые ты покупаешь. Ты специально сняла эту бедрум, чтобы и у дочки была отдельная квартира, комната, и у тебя, да, было пространство? Это плохо, но мы спали вместе все это время и с котами. Когда уже были в этой квартире, когда приехали? То есть, у нас комната обычно, да, ну, это как бы ее, но обычно у меня тут гости приезжают, у меня часто кто-то, допустим, с Нью-Йорка или какие-то подружки. Я вообще без проблем пускаю людей. А почему ты считаешь, что это плохо? Я понимаю, почему, но я сама спала с бабушкой до 13 лет. Многие родители не считают, что это плохо. Ну, это типа, ну, смотри, вот я как человек, который спал все время там с бабушкой, я понимаю, что я сепарировалась в принципе прекрасно, то есть, я независимая там и так далее. Ну, да, многие люди просто вот это вот есть, что типа вот это плохо, человеку вот нужны личные границы там и все такое, но я вот выросла и я люблю с кем-то спать, то есть, если я сплю одна, я хотя бы сплю с котом, то есть, мне важно обниматься и все такое. Да, поэтому, не знаю. Мы никогда не узнаем плохо что-то или хорошо, то есть, так или иначе, мне кажется, если думать о том, вот вырастет ли мой ребенок там с какими-то травмами или нет, он все равно вырастет с травмами, как бы ты себя там не вел, что бы ты ни делал, мне кажется, самое главное, это первое, кайфовать от своей жизни и любить своего ребенка, то есть, когда ты даешь ему любовь, заботу и он понимает, что его любят, что он нужен, не важно, не важно, кто он, что он там, как он себя ведет и так далее, то есть, вот это вот принятие есть. Мне кажется, ну, из такого человека вряд ли может вырасти, не самый лучший персонаж, но и при этом все равно для меня важна вот эта вот какая-то дисциплина, то есть, вседозволенность это то же самое, что и гиперопека, то есть, гиперконтроль, то есть, всегда нужно вот на вот этом вот балансе. Расскажи, пожалуйста, она самостоятельная у тебя или нет? Супер самостоятельная. Потому что вот сейчас ты собираешься на съемку после нашей съемки на свою, она остается дома одна или с тобой едет? Нет, она со мной ведет. То есть, я на самом деле, я супер просто человек, повторюсь, и я часто спрашиваю, у меня даже клиенты иногда сами предлагают, типа, если у тебя дочь не с кем оставить, бери с нами. То есть, у меня тут несколько вариантов. Если это от агентства съемка, я обычно, она в школе до двух, потом два раза в неделю ее забирает учительница английского, и у нее там арт-класс, то есть, она ее пикапает, я ее потом там в пять-шесть часов забираю. Вот. Основное время, если там съемка на фрилансе, там не такие огромные бюджеты, я всегда говорю, что, ну, типа, сорян, ребят, я беру ее с собой, либо они сами предлагают. Никто не отказывал никогда тебе? Вообще, без проблем. Очень классно, что они такие. Я даже это агентство на коммерческие беру ее с собой. Ну, я понимаю, что просто многие люди, они настолько сильно заморачиваются о жизни, что они упускают эту возможность, а я не заморачиваюсь, я стараюсь вообще максимально упрощать свою жизнь и, знаете, не додумывать, не придумывать, а просто вот напрямую там спрашивать. А это когда-то пользовалась услугами няни? А, да, у меня есть няня, у меня есть девушка, которая приходит, убирает, она периодически также помогает с Алисой, плюс у меня еще есть другая девочка, ну, я стараюсь именно наших брать, кто вот недавно переехал, она тоже там тусится с Алисой иногда, то есть, ну, и у меня есть друзья и куча людей, которые, если что, в какой-то критичной ситуации они мне обязательно помогут, то есть, по факту, вот у меня такие офигенные друзья, вот близкие друзья, которые вот за пару последних лет я приобрела, это по факту моя семья, то есть, у меня есть лучшая подруга, которая реально, вот, мы ее называем, мы даже не можем себя называть, что мы лучшие подруги, то есть, мы, как знаете, кармические родственники. Я знаю, у меня тоже здесь такие появились, я даже не понимаю, как моя жизнь была без, ну, какие-то они были. Потому что ты сюда приезжаешь, у тебя нет семьи, у тебя никого нет, и ты сам наконец-то выбираешь и можешь заказать своих родственников. Вот. Алиса вообще меня поразила, она так, ну, она меня видит первый раз. Она супероткрытая, она всегда обнимает, она, да. Вот даже сейчас мы снимали, она супер, она может комплимент сделать. Она тебя никогда не будет будить, если раньше проснулась. Это как бы и хорошо, и плохо, то есть, да, она типа, вот, как бы взрослый человек, но по факту ей же тоже пришлось как бы повзрослеть, то есть, иногда лучше быть ребенком, который там разбивает, не знаю, горшки с цветами или там вазы, но он ребенок. То есть, я также рано повзрослела, и она тоже, то есть, она все равно чувствует, видимо, что как бы и тыс, вот и тыс. Но я надеюсь, что я, ну, мне кажется, не только я ей даю любовь и заботу, а все люди, которые, я ее часто беру с собой, она знает, что у нас есть курс, она знает всех девочек, девочки приходят к ней на день рождения даже без детей. Ну, то есть, я как бы ее в эту всю движуху тоже окунаю с собой. Давай посмотрим. Еще я люблю, кстати, писать. О, покажи. Да. А, треки в смысле слова. То есть, я, это практически честно. Это блокноты? Да, то есть, я во все. Я так обожаю блокноты, для меня целое, я могу ходить из магазина в магазин, пока не найду, что мне нравится. я вот отличница, понимаете, у меня вот так вот, ты открываешь блокноты, у меня вот так все. Вау. Я такая же, у меня три блокнота, я прекрасно тебя понимаю. Учиться. Прям, обожаю учиться. Ну, то есть, я вот говорю, что я никогда ничему не училась, на самом деле, мне кажется, я, во-первых, до 11 класса, я прочитала всю классическую литературу, я там, не знаю, в 10 лет читала Сартра, и что тоже плохо. Ну, то есть, знаете, всякие вот эти вот заумные книжки, потому что ребенок не должен разбираться в смысле жизни там в 10 лет, в 11 лет, в 9 лет. И это, кстати, тоже, мне кажется, огромный пробел в воспитании, в образовательной системе именно в наших странах, потому что нам сразу, ну, типа, преступление и наказание в 9 классе. Мы даже не в 9, мы раньше читали. Сможли, да. Да. Типа, что? А, нет, мы в 9 по программе, но я его прочитала в лет 10 первый раз. Ну, типа, зачем? Такое нельзя читать. Ну, то есть, мне кажется... У тебя постоянно получается процесс самообразования идет? Ну, я очень много анализирую, много анализирую, я разбираю свои действия. То есть, я не против. Мне важно понимать, почему так происходит. Я вижу, допустим, сценарии, я вижу какую-то цикличность. Я очень много, вот, несмотря на то, что я, как бы, люблю всю вот эту движуху с людьми, люблю, там, когда люди вокруг меня, внимание и так далее, я также много времени люблю проводить с собой. Иногда мне это даже больше нравится. То есть, я просто, например, я шипоголик немножечко. Ну, типа, так, нормально. но я вот люблю просто ходить, вот я что-то там делаю и думаю. То есть, именно мне важно быть вот одной иногда. Ну, собственно, да. А ты вот сейчас чувствуешь себя в Штатах, у тебя же такой уютный дом, у тебя есть у дочери как дома, да? Да, мы до этого очень много переезжали, то есть, мы даже в погоду, наверное, не задерживались нигде. И поэтому для меня это прям дом. Я когда переехала, это может быть для кого-то, наверное, слегка мотивирующим или наоборот, я не знаю. Но я когда переехала, я максимально чувствовала себя не на своем месте. Одно дело, когда у людей есть вот эта, знаете, там, американская мечта и они там едут, вот я сейчас, я это сделала. А другое дело, когда ты тут оказываешься, опять же, я же жертва была, но как бы прикольно жертвой такой быть, в Америке оказаться случайно. То есть, если ты оказываешься, ты не понимаешь, что ты будешь делать, что ты хочешь делать, кто ты, что ты тебе, как бы, мне очень не нравилась американская менталити вначале там и все вот это вот. Из-за вот таких улыбок, что они всегда, Сейчас я такая же. Но я искренне такая же, типа, я реально всегда улыбаюсь и, не знаю. И, да, то есть, вначале вот я ненавидела этот город, вот серьезно. Я смотрела из-за того, что вот эти вот всякие, Алис, зайка, из-за того, что я, ну, прошла через какие-то вот эти вот травмирующие ситуации, все мне напоминало. Я до сих пор стараюсь сильно, ну, как я уже сказала, не ездить в места, где много бездомных, потому что для меня это вообще пипец просто. То есть, я прям не могу. И, ну, вот всякие вот эти вот ситуации, да, с какими-то людьми такими, мне сразу это синдром спасателей. и, ну, как бы, со временем, мне кажется, неважно, где ты находишься, ты либо несчастлив, либо счастлив. Ну, как же мы везде берем... Слушай, я бы поспорила, здесь тоже в Лос-Анджелесе столько происходит, когда ты сейчас нуля начинаешь, и ты не можешь, знаешь, выпутаться из-за этого. Ну, если бы ты была не в Лос-Анджелесе, а в Нью-Йорке, или ты была в Париже, или еще где-то, у тебя происходило бы ровно то же самое. Нет, то, что это иммиграция, типа неважно, это дело не в Лос-Анджелесе, не в Америке, не во Франции, не где-то там в Африке. то есть, это, да, это типа процесс становления, но то, что иммиграция позволяет тебе вырасти очень сильно, там буквально год-два, мне кажется, если ты прошел вот Америку и стал на ноги здесь, то тебе по факту на тебя уже в любую страну отправят, тебе уже ничего не страшно. И, к сожалению, это не, может быть, к счастью, людям не надо это знать, когда ты по ту сторону экрана смотришь там из своей стороны, ты никогда не помнишь иммигрантов. Да, ну и в Париже тут много, извините, это город возможностей, мне кажется, ни один город, ну, кроме сейчас, наверное, Дубай хорошо развивается, в мире, где ты бы мог вот это вот, знаете, такая социальная лестница, как здесь, ну, там, из грязи в грязи, ну, из князи в грязи снова. Давай посмотрим, как раз комнату еще Алисы. Ну, она на самом деле самая такая необставленная. Мне понравилось, что она сразу так взяла за руку, давай тебе тату сделаю, давай вот тут вот, если что, это тату Алисы. Очень уютно. Вот, можете посмотреть. Алиса любит рисовать, очень сильно, она, типа, прям рисует, знаете, какие-то там мультики, то есть у нее персонажи какие-то есть, вот, ей это реально нравится. Поэтому, когда у меня спрашивают, почему я ее там, моделинг не отдаю, или там, как-то не уговариваю, или что-то такое, мне это не надо. И она занимается тем, что нравится, и я не хочу свои какие-то идеи перекладывать на нее. Смотри, я хочу тоже такую небольшую хронологию твоих событий, твоей жизни провести. Ты начала работать уже с агентством, ушла со всех работ, и это, ну, я не знаю, может быть, я просто на таком этапе. Это очень классно, я прям восхищаюсь людьми, которые начинают работать только своим здесь. И, как правило, у них у всех получают. Не, но наступил ковид. Да, вот наступил ковид. Мы как раз с тобой остановились, просто перешли немножко в другую степь. Давай вернемся. Что я тогда делала? Потому что тогда все, с нами, там, рестораны, кафе не работали, мы из дома не выходили. Вот, когда начался ковид, получается, у меня уже были клиенты, которые, ну, с которыми я до этого работала, и они не особо парились насчет ковида. Например, вот с Владом интервью делали, мы очень много с Владом то есть он, ну, там, мой самый лучший друг был, ну, и до сих пор, там, с некоторыми нюансами. Но у нас, мы просто брали, у нас была одна клиентка, кореянка, ей пофиг было на ковид, ковид начался, она начала шить маски. Она была первая, кто запустила маски. А нас писали в этом, в New York Times, про эти маски. Она их продавала, там, сотнями тысяч. И она нам привозила эти маски, толстовки, футболки, ну, такое, знаете, вот все специфичное, так скажем. И мы просто ходили, наверное, там, раз-два в неделю, мы ходили с пакетами, с большими, она все туда скидывала. И мы ходили по всему Лос-Анджелесу, аутсайд, с Алисой, с Владом, и снимали, короче, эту одежду. Ну, у меня нет проблем, там, переодеваться. За нами гонялись бездомные, там, какие-то странные. Все только не происходило. От нас шарахались люди, то есть, тогда же это реально, ну, все боялись. Все боялись. Все отшивали, и где отшивали. Повезло ей, видимо, что производство у нее было тут. И, да, ну, она такая, она была, ну, она не особо парилась. А можешь рассказать цифры, сколько ты тогда зарабатывала, и к чему ты сейчас пришла? Ну, допустим, эта кореянка, она платила за то, что вот она нам раз, ну, там, допустим, мы снимали, там, пару раз в неделю, она платила каждый раз, там, по 400-450 долларов. Ну, то есть, мы с Владом это снимали быстро, там, за 2-3 часа. Вот. А сейчас я уже вообще, ну, по минимуму беру какие-то, какие-то такие мелкие съемки. После того, как курс запустила, мне просто как-то лень стала. Вот. Но сейчас, то есть, я в основном работаю, типа, через агентство, и там, ну, уже рейты другие. То есть, там, минимум, ну, полторы, это прям при плохом раскладе, но, например, вот там, где Шварцкоп работала, ну, да, где Шварцкоп работала, там, почти 6 тысяч. То есть, ну, уже, как бы, ты сходил, отработал, забыл, и все. Ну, да. Вот. И за мелкие, но у меня были периоды, вот, когда вот этот вот COVID был, плюс еще там все равно какие-то мелкие клиенты, где-то как-то кто-то писал, там, сходить за 300 долларов от Фотоса, за 400 долларов, за 500, все равно наши приезжали там в COVID, несмотря на COVID, а наши по большому счету. Ну, вообще, 300 здесь были. Да, то есть, мы фотали эти свадебные платья, вот, украинского бренда, тоже они приезжали, типа, это был COVID. То есть, все равно какие-то съемки, вот, именно не от агентства, потихо, и я делала. То есть, я подписывала эксклюзивный контракт, то есть, соответственно, я не могу работать без агентства. Я все равно работала, конечно же. Вот. И потом, да, потом как-то начали уже, они снова, они не открыли офис, но они все равно начали постепенно скидывать там какие-то работы. И я стала еще работать с другим агентством. И, ну, понятно, мое вот это основное агентство, они не знали, ну, я не могла ни с кем работать. Я опять же потихо, если меня как-то там, они находили эти съемки, я говорила, что да, ребят, вот, я там снимала еще давно, но не знаю, что они так поздно выложили. Ну, и потом я обрезала волосы, и уже как бы, ну, невозможно было. Да, и, ну, мне там давали одно предупреждение, второе предупреждение, они как-то находили, ну, там, допустим, клиент, который с ними работал до этого, он как-то выходил через знакомых, то есть, там, с кем, это американцы все, через знакомых на меня, мы работали напрямую, и потом уже агентство там переходило, там, в Инстаграм, допустим, и видела мои фотографии, они такие, Сабина, что за? Ну, я как бы всегда объясняла, что да, вот я сингл мама, мне нужно платить чем-то. Ну, и плюс в агентстве еще огромный минус, здесь, в принципе, срок, вот, платежей, да, то, что они выдают тебе деньги, это обычно 60-90 дней. Ого. То есть, некоторые, вот, допустим, я сейчас в джинетик работаю, они мне в течение месяца отдают, но тоже может быть по-разному, в зависимости от клиента, те держали по, там, три месяца, допустим, ну, там, два с половиной месяца, и как бы у тебя может теоретически там лежать, не знаю, 20 тысяч, но у тебя их нет. То есть, ну, и поэтому я как бы вот этот вот кэш набирала, собирала, там, не знаю, зелли и все такое, чтобы вот какие-то основные там платежи закрывать. И вот, когда я начала работать с джинетик, у меня пошли крупные клиенты, то есть... Это агентство отдельное? Да. У меня там Скотт Байнс, потом я попала на какие-то пижамки, которые там, ну, здесь известные пижамки, я для них там, они четыре раза меня букали. У меня очень много типа клиентов было, которые потом букают и букают. То есть, у меня есть клиентка на фрилансе, с которой мы работаем уже получается вот с тех времен, когда мы с ДТ подписали, это предыдущее агентство, и они мне, ну, сказали, что вот есть клиентка, она немного платит, она там платила 400 долларов, 350 в то время, сейчас больше платит. И ты типа, мы не можем с тебя брать комиссию, понятно, но мы тебе разрешаем типа с ней работать. И вот мы с тех времен раз или два раза в месяц снимаем, то есть, это уже три с половиной года. У нас было с ней, я не знаю, сколько съемок. Можно, я всегда, и она, ну, иногда там сменит модель, очень редко, и потом все равно возвращается ко мне. Я уже говорю, типа, ну, что за бред? Как так? Уже можно отследить хронологию, как я старею, типа, по вашему инстаграму, если пролистать вниз. Да, то есть, таких клиентов очень много, это очень классно. То есть, как раз, когда ты нарабатываешь клиентов, которые тебя букают, например, раз в месяц, пусть они даже тебе не платят там 5 тысяч, пусть они платят тебе, не знаю, 500 долларов за несколько часов. У тебя вот этот вот, какая-то база формируется, да, которая тебе дает стабильность. То есть, ты знаешь, что у тебя там в следующем месяце, хоть как там будет, не знаю, 5 съемок, да, вот этих, и остальные съемки уже добавляются, какие-то экстра. И, да, вот я начала через агентство, мне давали очень хороших клиентов. Я начала работать для Scott Barnes, он тогда прям очень хорошо тут, это, ну, он мейкапер, и у него косметический бренд. То есть, у нас было, наверное, съемок 8 с ним. Плюс, вот эти вот пижамки, плюс, там, Vinsor, это тоже, типа, тут как Forever 21, только в вечернем платье, я несколько раз с ними работал. Всякий Valve Fox, ну, короче, много всяких брендов, и я уже такая думаю, ну, у меня директор агентства, дженетика говорит, ну, что, мы выкладываем тебя в инстаграм к себе, а я тогда обиделась на своих, потому что в какой-то момент я, я понимала, что I'm cheater, как бы. Я и визуально могу. Ну, нет, просто у меня как-то было, что я прихожу на кастинг от дженетика, от дженетик, и я вижу в списках девушки, которые из моего агентства предыдущего. А тебе не предлагали? Мне не предлагали. То есть, а так не может быть, если они, они же кидают пакетом, то есть, с разными девушками, ну, не может быть, что с одного агентства тебя взяли, а с другого не взяли. То есть, соответственно, они просто не скидывали. И я тогда на них обиделась, я говорю, ну, все, выкладывайте в инстаграм, вообще пофиг. И они выложили в инстаграм, и все, мне подпишут то предыдущее агентство, говорят, Сабина, ватафак, она так и написала. Я говорю, ну, сори. А ты за это должна какую-то неустойку оплачивать? Я не зарабатывала столько, то есть, понятно, что как бы они могут сделать так, как они хотят. На юридическом уровне, да, ты должна, то есть, они могут неустойку потребовать. Ну, типа, я не зарабатывала, они мне были единственные, должны там в районе 20 тысяч, и я думала, что, ну, типа, мне было страшно немножко, то есть, они могли их не отдать. И, наверное, для меня я бы понимала, что окей, ну, как бы сама виновата. Но они мне все выплатили, и обычно проблемы возникают, если ты там, допустим, вообще зарабатываешь, я не знаю, сколько денег, и ты вдруг решаешь перейти в другое агентство. Тогда там уже, типа, вот эта вся судебная волокинка, и так далее. А так, если, там, многие переживают, вот, если я подпишу контракт с агентством, и при этом я не могу, я не, у меня не будет работы, что мне делать, там, моя жизнь закончится. Ну, по факту, ты им не нужна, но если они на тебе не зарабатывают, зачем ты там будешь у них сидеть? То есть, обычно они без проблем там, расторгают, и ты идешь дальше. А вообще, можешь сказать, какой процент они забирают себе? 20%. Это у всех агентств одинаковая, да? Ну, по крайней мере, у большинства, да. А вот сейчас, например, девчонки, которые смотрят, которые, вернее, в твоем курсе, не понимают, как им попасть в агентство, что им сейчас делать, чтобы с кем-то подписаться? Потому что, много же мелких появляется, но я так понимаю, мелкие пока раскрутятся, пока они сами найдут вообще эту работу, с кем-то выйдут, познакомятся, ну, ты просто будешь у них сидеть, получать какие-то, я просто так, точно так же подписана с агентством, но они мне просто присылают постоянно, я все, что я делаю, это на почте, ну, окей, окей, ну, чтобы они отправляли, но по факту, я ходила только на один кастинг. это понятно, непонятно, проблема может во мне? Нет, вообще, вот даже по моему опыту, то есть, когда я иду, например, на работу, особенно от агентства, и работаю с кем-то другим, я постоянно спрашиваю, там, в каком агентстве, как у вас работа, там, и так далее, и в одном и том же агентстве, даже в том же Genetic, например, я хорошо работаю, а кто-то другой, ну, типа, это зависит от твоего типажа, насколько твой типаж подходит под клиентов конкретно этого агентства, насколько у вас хорошие отношения, там, с букером, я всегда, там, приношу тортики, и все такое, типа, я с ними дружу, со всеми, насколько, вообще, сезон сейчас, ну, короче, много факторов, насколько распиаренный у тебя инстаграм, и, ну, во-первых, вот по поводу агентства, ты говоришь, как попасть в агентство, перестать думать о том, то есть по факту желание попасть в агентство, это желание переложить ответственность, опять же, на кого-то другого, ну, так не получится, то есть, во-первых, занимайтесь инстаграмом, тикток создайте, у меня нет тиктока, но вот общаясь, допустим, я много общаюсь также с букерами из других агентств, то есть, там, мы интервью берем, там, и все такое, и они все говорят, что вот тикток, сейчас мы там находим модели через тикток, но тикток, тиктоком, инстаграм обязательно нужен, ну, типа, вот, занимайтесь инстаграмом, выкладывайте, не обязательно постоянно 24 на 7 делать какие-то модельные фотографии профессиональные, выкладывайте свою жизнь, ну, разбивая это все, также разбавляя фотографиями более профессиональными, и поймите, ну, наверное, вот это вот, у многих живет предрассудок, да, что нужно там быть 178 роустом, там, не знаю, 90-60-90 и так далее, во-первых, я скажу, что вам нужно понимать, в каком направлении вы пойдете, потому что, если взять моделинг, там много, да, направлений, идете вы в коммершал, то там вообще не важно, как вы выглядите, если у вас, если вы умеете себя продать, если у вас есть вот эта вот персоналити, да, не обязательно быть как все, ну, просто вот какая-то индивидуальность, то, что может зацепить, вообще, очень круто. Потом, допустим, идете вы, например, в бьюти, да, вот, девушки, которые там низкого роста, это вот бьюти хорошо, допустим, нужно понимать, что если я там низкого роста, я не могу пойти там в свадебную сферу, свадебная сфера, это, кстати, вообще офигенно, то есть там много денег можно колотить, если ты рост там выше 176. Вот, я подумаю, насчет агентства, говоришь, но все равно это перекладывание ответственности, но большая часть работы проходит через агентство же, просто ее не сможешь найти. Ну, если ты никак не будешь, проблема в том, что если ты никак не будешь проявляться, если ты сам не будешь там делать какие-то, обновлять свое портфолио, не будешь там инстаграмм свой развивать, общаться с клиентами, то есть все должно быть как-то параллельно. Да, то есть вместе, как групповая работа, если ты там, не знаю, подписал в агентстве и все, до свидания ждешь, сидишь на почте, когда тебе что-то пришлют и там не напоминаешь о себе, нифига не будет. Ну, если только какая-то там внешность просто балахадит, и то не факт, потому что, ну, как бы балахадит, это балахадит. Ну, у нее уже свой бренд, у нее уже работает среди ее внешности. я и говорю, поэтому как бы... Ну, смотри, а вот ты запустила курс. Для чего? Зачем он тебе нужен был, помимо там какой-то финансовой составляющей? И что он дает девчонкам, которые к нему приходят? Там финансовая составляющая, на самом деле, там очень хороший оборот, денег идет, ну, типа реально очень хороший. Но по факту, там вот мы считали, там иногда смешно получается, сколько денег уходит обратно, то есть я в этом плане, то есть я больше работаю на имя, нежели там заработать денег. Если бы я хотела заработать денег, я бы запустила курс, типа, здравствуйте, вот там, не знаю, вам 10 уроков, смотрите, как стать супермоделью, все. Как сделать тест. Да, ну, типа, до свидания. Деньги скидывайте, номер карточки. Ну, типа, но у меня, я изначально просто начала задумываться об этом, потому что я без какой-то задней мысли постила, там, фотографии, бэкстейджи со съемок. А я работала очень много в какие-то моменты, когда вот особенно у меня было два агентства плюс фриланс, я работала каждый день. И я постила, у меня каждый день, типа, там, по человек пять минимум писали, там, про моделинг, что-то спрашивали. Вот, и я там что-то как-то заикнулась, и я все думала, вот когда-нибудь я сделаю этот модельный курс, там, синдром самозванца, ладно. И тут я подумала, окей, буду заниматься тоже, продолжать развивать инстаграм, потому что у меня аудитория по большей части именно как-то органично, типа, прибавилась, там, я не делала, ну, практически не делала рекламу, то есть, там, просто вот прибавлялась. И я думаю, все, буду заниматься инстаграмом, буду вот развиваться, расти, стану блогером, миллионником, там, и все такое. Думаю, найду себе ассистента. И я тогда вот выложила пост, сториз, мне написали кучу людей, там, мы созвонились с некоторыми в Телеграме, и я выбрала трех девушек. И, ну, думаю, дам испытательный срок, потом выберу. И потом у нас происходит созвон, я в это время думаю, что я вообще совершенно далека от бизнеса, что я не смогу, у меня же еще вот эти вот, ну, эмоциональная нестабильность, то есть, херакс, вроде все хорошо, а мне плохо, там, у меня все болит. Типа, как будто больше на себя берешься, ты сможешь вывести, да? Да, мне казалось, что я просто не вывезу, потому что, ну, это же, ответственность. И у нас происходит первый созвон, и девочки такие, ну, типа, что делать? Я такая, не знаю. Ну, то есть, я понимаю, что по факту, ну, как бы, я даже не знаю, что делать, и вообще, зачем мне три человека, для чего? И вот одна из девочек, которая впоследствии сейчас, вообще, не только, я не знаю, и правая, и левая рука, и вообще все вместе, то есть, и ассистентка, и, ну, вот человек, которому я очень благодарна, то есть, она вообще идеальный заместитель меня, я бы так сказала, который решает вообще все вопросы. Она говорит, ну, я помню, ты как-то в сторис выкладывала то, что ты хочешь модельный курс сделать, может, сделаем? Я такая, ну, давайте. И думаю, просто, ну, что-нибудь сделаем, там, не знаю, кто это купит? Ну, типа, кому это надо? Но я, как бы, из-за того, что у меня все равно мысль эта была, я перед этим отучилась на продюсирование. И мне всегда люди говорили, что, вот, у меня очень хорошо заходило, заходил тот момент, если я, например, у себя в Инстаграме что-то советовала, я, потому что я всегда советовала от души, типа, я никогда не стремилась заработать, то есть, я по факту 8 лет вела Инстаграм просто, просто потому, что мне нравилось. Из-за этого аудитория была очень лояльная. Ну, и все, и мы начинаем делать курс, и там у нас появился методолог, у нас появился еще один человек, у нас появился юрист, у нас там технический специалист, у нас там вот такая вот программа, мы пытаемся как-то это все, типа, поменьше сделать, чтобы это там на полгода не затянулось. А для кого, вот смотри, если вот у меня нулевой опыт в моделинге, там, помимо пары съемок, да, которые я точно так же в Лос-Анджелесе находила работу. Практически все такие. Ну, то есть, вы вообще девчонок обучаетесь? У нас, мы подписали девушку с очень хорошим агентством, 159 ростом. То есть, когда мы подписали, я почему-то забыла, что она 159, мне казалось, что она где-то там 167, я не знаю, и здесь в Лос-Анджелесе. Вот, я как-то постоянно там на каблуках была, короче, я как-то забыла. И я еще такая думаю, о, круто еще. Ну, у нас до этого просто мы подписывали с ростом там 167, 163, ну, типа, это очень маленький. Да, и я такая думаю, о, еще одна, типа, вот еще одну подписали, что она там ростом, ну, вот, грубо говоря, около 170, и потом она меня спрашивает, что ты там, ну, вот у меня рост 159, ну, и там дальше продолжение вопроса, я такая, 159, как мы подписали? А подожди, вот, что значит подписали? Они проходят ваш курс, что они получают там, и как это происходит потом, что вы подписали с каким-то агентством, то есть, допустим, там есть супер базовый тариф, господи, я такую хрень не люблю, это как это, здравствуйте, вы про линии? Нет, мне просто интересно технически, да? технически там сначала идет супер базовые какие-то уроки, да, вот как ты сказала там про тесты, потому что большинство людей, они не знают, что такое, типа, снэпы или диджитал, с чем они отличаются от тестов, то есть там все про агентства, контракты, про всю вот эту вот сферу индустрии, про кастинги там и так далее, потом начинаются различные спикеры, потому что я не могу, я могу рассказывать там, например, про Лос-Анджелес, про мой опыт, и то я смотрю именно с точки зрения себя, да, со своими параметрами, со своей внешностью, соответственно, мы добавили очень много спикеров там, плюс сайз разных возрастов, там выше, ниже, ну вот это вот, мужской моделинг, мы добавили там интервью с агентствами и так далее, то есть сначала они смотрят супер базовые уроки, потом смотрят вот эти вот, как бы интервью с разными людьми, да, это обычно прямые эфиры, эти видео, ну там по-разному со всеми, и то есть мы пытались как-то сделать так, чтобы не надоедало, потому что если будут одни прямые эфиры, это надоест, так же, как если одни видео. Это просто, чтобы формировалось понимание индустрии, потому что я так понимаю, что даже в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке может отличаться. Как бы моя суть в том, что я поняла, хоть то, что как бы я, видимо, плохой бизнесмен с точки зрения зарабатывания денег, и я поняла, что людям больше всего нравится вот эта оффлайн-движуха, то есть вот это вот ощущение комьюнити, потому что очень много сейчас эмигрантов, которые приехали, и они еще типа не здесь, да, они там не относят себя к американцам, но они уже не там, и соответственно, для человека важно относить себя к какому-то социуму и быть частью какой-то группы. И соответственно, я начала, причем суперспонтанно, то есть когда мы первый поток запускали, это вообще, мы распродали все места, ну то есть я продала 120 с чем-то мест за два с половиной дня. Ого. То есть я такая, здравствуйте, я боялась, что не купят. Ну и мы уже больше не могли взять, потому что я, бля, я изменяюсь, но типа как это вообще все будет происходить, то есть у меня не было опыта, и я не знала, сколько я вообще физически потяну, и тогда на самом деле даже изначально не планировалось никакой оффлайн-движухи, кроме выпускного. Но так как я человек, который в принципе тянется к людям, и для меня самой важно типа встречаться с людьми, я такая, ну давайте вот, допустим, мы не планировали делать снэпы, но они там, допустим, смотрят урок про снэпы, у них домашнее задание, и многим непонятно все равно, они все равно, ну как бы делают, ну не такие снэпы, как нужно. Я говорю, ну давайте сходим, снэпы сделаем. И вот мы стали так встречаться, допустим, давайте соберемся там, не знаю, в парке, давайте сходим в кафешку вместе, еще куда-то. И вот первый поток, он был офигенный, то есть на самом деле по деньгам, затратам, это был, наверное, самый такой окупаемый поток, потому что там не было тестов, там вообще практически ничего не было, но вот как-то все сплотились, все были такие активные, то есть для меня, я запомнила, я когда-то там ученике года участвовала, и мы жили вместе, и мы так сплотились, что когда мы расставались, несмотря на то, что мы как бы конкуренты, да, мы плакали. И вот, наверное, в моей голове была идея создать что-то такое, чтобы люди настолько сильно сплотились, чтобы вот именно какая-то близость появилась, чтобы им тоже вот, чтобы они плакали, короче, ну именно от счастья, от какого-то. А вот расскажи потом, как это происходит, что вы подписали там девочку с агентства, получается вам важно, тебе важно, чтобы твои девчонки все-таки работали, знаешь, не просто прошли курс и не применяли это. Так вот, я и говорю, что мы, потом мы стали добавлять, допустим, тесты, потому что очень важно, ну если у тебя фиговое портфолио, то как бы, ну ты ничего, не важно, как ты выглядишь, ты не сможешь работать. То есть мы стали добавлять тесты. Второй поток, вот честно, был такой. Это, мне очень важна отдача людей, на втором потоке отдача людей была минимальная. Вот, но третий поток, третий поток, причем, третий поток я даже вообще не поняла, как мы набрали, мы снова набрали там сто человек и уже, ну там был повышенный ценник, потому что у нас добавился эксклюзив, эксклюзив, это за одно место типа тысяча баксов и я не поняла, как мы набрали. То есть мы за несколько дней снова без прогревов, без ничего набрали. Да ты его прогреваешь все равно, постоянно рассказываешь, что происходит, даже я уже знаю. Но я это типа как бы, это как моя жизнь, то есть я этим так и так делюсь. И вот, и третий поток, вот я настолько счастлива, то есть я занимаюсь этим всем, больше даже для себя, потому что мне реально офигенно, то, что вот как у нас эти съемки проходят, там какой-то пипец постоянно происходит, там не знаю, то нас водой смоет, то там в пустыне ураган начнется, то еще что-нибудь. И как все там знакомятся, они потом общаются между собой. Ну вот, а по поводу работы, то есть я именно акцентирую. Я, например, когда хожу на съемки, я всегда клиентам говорю, так, здравствуйте, вот у меня там девочки есть. Да, давайте. Это так важно, меня это поразило, когда я вижу твои сторис, это такая там, я даю только своим, вот такой рейт, такая-то работа, девчонки, кто может, но только мои. Не, ну иногда я выкладываю не на своих, потому что, допустим, если не нашли подходящий типаж, или тогда я выложу. Но вообще очень много кастингов скидываю. И вот третий поток, они начали ходить на съемки с первой недели. То есть они, во-первых, они сами по себе активны, но они вот именно, когда люди благодарны, да, когда они вот прям, типа, спасибо, да, тебе хочется делать больше и больше. То есть я прям, да, я иду своим, скидываю там композитки. Если где-то там нужны модели, я понимаю, что я не подхожу, я говорю, вот слушайте, у меня там есть модели. Я не беру проценты, то есть я как бы чисто от себя. Вот. И, ну, мой принцип, это типа давать людям больше, чем они ожидают, и давать людям больше, чем, например, заявлено на сайте. То есть там не заявлено, не заявлена полностью вся движуха. Допустим, у нас сейчас с третьим потоком будет выпускной, мы едем в Пан Спринс, я сняла дом на, получается, две ночи, трое суток, ну, как бы три неполных дня. И там уже будет вот эта вечеринка, всякая движуха, йога там, ну, типа, как ретрит, грубо говоря, для всех. Ну, в общем, резюмируя, если ты вообще ноль в этом, ты не понимаешь, как развиваться, можно. Ну, они все, 95% те, кто приходят, они не знают, что такое. Просто идеальная площадка, все вот так вот информация делится, знаешь, непонятно, куда там, например, на бэкграунд тот же попасть, все не понимают, я пошла, меня не взяли. Вот, Лиза, куда, что сделать, какие сайты, как они работают, какой сайт больше дает работу, какой меньше работает. И ты вот так вот чуть передаешь другую информацию, классно, что есть площадка, куда ты придешь, и тебя это погрузили. у нас именно, да, на комьюнити, то есть они сами, они даже там, допустим, сами идут на съемку, они еще кого-то берут с собой там, то есть там и фотографы тоже, что они, например, делают тесты там, все по TFP, у нас отдельные всякие чаты, чаты с работой и так далее. То есть вот это вот, я говорю, для меня самое ценное это комьюнити, потому что, когда вот эта вот энергетика рабочая чувствуется, тебя все мотивируют, ты такой говоришь, блин, вот я что-то не знаю, вот я там, ну, какой-то не такой, все пишут, да нет, ты что вообще? И для меня так приятно, допустим, кто-то из наших, я всегда называю наши, и девочки даже, например, там, ой, я ходила на кастинг, там вот, видела наших, и мне так приятно становится, что вот как будто вот эта вот группа, семья. И когда они, допустим, там выложат пост в инстаграм кто-то из наших, и все такие там, 50 человек сразу, ой, you're so beautiful, блин, такая красивая, такая прям, то, как они к друг другу относятся, ну, то есть вот это вот реально ощущение семьи, прям вот они, ну, они друзья мне, и реально я их очень люблю, и они, по-моему, меня тоже, вот, особенно говорю, третий вот этот незапланированный поток, который изначально, это вообще, и, да, и мне очень, то есть для меня очень важно, я так радуюсь, я даже скорее, например, если у меня есть возможность, у меня же есть возможность эти работы тоже, ну, типа себе забирать, которые я вижу, и плюс там люди видят, что у меня аудитория, и так далее, но, допустим, если какие-то съемки, там, по 500 долларов, или как-то так, я говорю, ну, типа, чуваки, я там занята, но вот у меня куча моделей, то есть мне самой очень приятно, что они вот идут, и, типа, ну, они видят андачу, знаешь, не просто дали деньги за какой-то курс, да, они идут, зарабатывают деньги, они там радуются, там, не знаю, вот вы позвонили, там, прошел кастинг, типа чувак, который никогда моделингом вообще не занимался, ну, то есть я вижу, жизнь людей меняется, то есть кто-то приходит, там, в глубокой депрессии, и вот это вот, я создаю вот этот вот движуху, но не из движуху, типа, ты должен встань и иди, а вот из движуху, что они сами, у нас есть парень на курсе, который вот, он на втором потоке отсиделся, то есть он купил курс, он ни разу не, вообще нигде не участвовал, потому что у него, ну, там, проблемы ментальные, там, у него, как бы, социофобия, там, и все такое, то есть человек вообще ни с кем не общается, и так далее. Он сейчас у нас на третьем потоке, он мало того, что там, тесты сделал, снэпы сделал, мало того, что он сам, типа, как бы, моделить, но он еще и теперь у нас фотографировать начал, и он со всеми общается, и ходит. Он отходил на все снайпы. Может, он любит вообще на самом деле. Да, то есть люди открываются. Кто-то, ну, допустим, там мама троих детей, да, и она приходит, и она видит себя, как она получается на самом деле на фотографиях, а не так, как ее там муж фотографировал, да, и не так, как она привыкла себя видеть в каких-то там новых образах. И я смотрю, и они практически реально плачут. И мне вот прям... Ааа, блин. Блин, на этой ноте давай закончим. Спасибо большое, что ты пустила нас в дом. Это очень ценно. Не у всех героев я была дома. И этот дом, который мы покажем, он очень характеризует тебя. И вообще вот эту уютную атмосферу, которую ты создаешь вокруг. И я надеюсь, что кто-то, кто хочет реально стать моделью, посмотрит на твой опыт, на твою страницу, посмотрит, что ты делаешь, потому что даже я уже, знаешь, прогрелась. Хотя я просто готовилась к себе. У нас также мейкап, когда вот, допустим, там мейкаперы или фотографы приходят, ну, просто там вот для съемок. Мы вчера с девочкой разговаривали, она говорит, блин, почему я раньше в этом курсе не стал? Ну, он очень ценный, правда, потому что все вот так вот тыкаются точечно. Это тяжело. И ты, ну, можешь разочароваться, когда у тебя нет какой-то поддержки, у которых получилось уже. Вот. И, конечно же, подписывайтесь на Сабину. Мне кажется, вы очень много полезного. Вы даже просто своей души найдете там. Спасибо. На этот канал, на мой Телеграм-канал, на мой Инстаграм. И, конечно, не забывайте про кнопочку «Спасибо». Это очень важно мне и очень сильно поддерживать для создания новых выпусков. Ну, и, конечно, ставьте лайки, лайки и пишите комментарии. Все. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова